Здравствуйте, мои уважаемые подписчики! Сегодня мы поговорим о курортном районе Гмунден. Курортном он сделался не сразу. До 19 века Гмунден был известен добычей соли и производством керамики. С 19 века Гмунден становится местом отдыха аристократов. Лечебный воздух Гмундена на фоне божественной природы способствует скорому выздоровлению от заболеваний дыхательных путей. Со скверов Гмундена открывается вид на замок Орт, сооруженный, предположительно, в I веке на месте разрушенного римского укрепления. На наших дней не сохранилось достоверное сведение о том, кем был сожжен замок. Гмунден хранит легенду о великане и русалке. Великан влюбился в русалку, не ответившую великану взаимностью. Великан в память о своей возлюбленной сооружает каменный остров и строит замок. Замок в Гмундене хранит также правдивую историю о владелице замка, влюбившегося в придворную актрису и потерявшей из-за нее титул и имущество, а также невернувшегося из совместного с ней корабельного похода после шторма у мыса Горн. Гмунден известен у поклонников музыки. Здесь создавалась ави Мария Шуберта. Сюда приезжают молодожены на торжественные церемонии. Скверы Гмундена примыкают к общественным пляжам со скамейками и лестницами. Вода в озере Тренузея питьевая, как и почти во всех озерах Австрии, и не нагревается свыше 22 градусов. Имеется общественная бесплатная стоянка рядом с парком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нашим молодым современникам Гмунден еще известен как место съемки орла и решки и катания на салазках с горки. Следующий рассказ о Хальштадте. Субтитры создавал DimaTorzok